Добрый день, дорогие друзья и гости этого замечательного YouTube канала, который ведет Юлия Руфлорида. С вами сегодня снова я, Надежда Эггерс, я риэлтор в Центральной Флориде, а точнее город Орландо и его пригороды. По вашим многочисленным просьбам мы все-таки нашли Танхаус, который мы хотели бы вам сегодня показать. Опять-таки в нашем излюбленном районе Метро-Вест, что-то нам отсюда никак не переместится в другой. Но реально мне очень нравится этот район, он находится в центре Орландо, можно так сказать. То есть до любого конца города, до любого пригорода отсюда очень легко добираться. Хорошие развязки и дорог, и инфраструктура вся развита. И по школам я бы сказала, что в этом районе, я по-моему в прошлый раз обратила на это внимание, две школы элементари. Одна хорошая, а другая похуже. Вот этот Танхаус именно относится к той, которая получше, которая хорошая. И остальные школы тоже хорошие здесь. Ну, middle school тоже нормальная, вот так. А high school очень хорошая. Вот, давайте я сейчас пробегусь по цифрам. Значит, это Танхаус. Три спальни, две с половиной ванных комнаты. Построена в 2004 году. Цена у нас 235 тысяч. Вы знаете, этот Танхаус стоит уже 111 дней на рынке. Так что, цену нужно, естественно, будет поторговать. И, скорее всего, это будет успешно. Размер 1682 квадратных фута, 156 квадратных метров. Налог 3400 в год. И HUA 300 долларов в месяц. Нормально. За трешку. Да, это нормально, потому что за Танхаусом будет ухаживать HUA. За это они берут, как бы, деньги. Крыша, внешние стены. То есть, на вашей совести будет только то, что находится внутри здания. И газон постригают. Все вот эти вот, все кустики. Все это вам париться не надо. Также сюда входит, кстати, я не сказала, что комьюнити гейтед. То есть, секьюрити. Сюда входит, естественно, обслуживание, зарплата, секьюрити. Бассейн здесь есть, клабхаус, фитнес. Комьюнити очень хорошее. Реально. Ты слышала, да? Да, такое хорошее. Да, мне очень нравится. И здесь, я знаю... Спокойные. Очень спокойные. Сюда и комар носу не подточат. Через это секьюрити. Даже я сейчас еле проехала. Но на самом деле, да, он хороший, спокойный район. Опять-таки, магазины Universal находятся рядом. То есть, реально, как бы, центры жизни Орландо. Давайте пройдем сейчас, посмотрим. Посмотрим сам фанхаус. Так. Проходим. Что мы видим? Сразу попадаем в кухню. Да, к сожалению, здесь нет гранита. Хотелось бы. Да. А что мы на цену оттуда положить? Значит, нужно снижать столько цены, чтобы можно было еще положить гранит. А так, сами, наверное, цели такие, как бы. Цельное дерево, хорошее. Да. Бытовая техника тоже в очень хорошем состоянии. Даже мы, как бы, или пацанаканная, не знаю, готовились здесь или нет. Ну да, кстати, не старая техника заменена с 2004 года точно. Я бы здесь тоже, смотрите, вот это тоже, если гранит ставить, менять, это все, естественно, тоже должно меняться. Да. Это тоже мелочи, реально. Да. Вот, значит, здесь у нас гараж, давайте посмотрим, не сразу, чтобы не отвлекаться на одну машину гараж. Гараж на одну машину, плюс здесь полочки стоят. Ага. То есть, вот здесь еще посмотрите. Ну и ты сняла Грайвэй, да, вот, дорожку гаража, насколько она глина или потом смеешься. То есть, в принципе, там можно еще вместить. Да. Ну, две машины в туре можно вместить. Да-да-да. Там даже прискались, чем можно вместить. Не у всех такое есть, кстати. Кстати, у соседей, видите, как раз эта машина встанет. А здесь, вот, посмотрите, много места. Не у всех так. Да, вот у соседей, например, вот так вот можно только поставить. Немножко машин. Три штуки всего. Так, а мы смотрим дальше. Здесь у нас... Это считается половинка. Да, половина. Это половина. Для гостей, да? Гостевой. Понятно. А дайте я еще такой мини-пантри покажу. Вот. Да, мы не пропустили. Такая маленькая кладовочка. Ну вот, у нас в апартаментах даже такой маленькой нет. Так что это... Едут у нас? Нет. Так что здесь хорошо есть. Ну, смотрите, просторный такой зал, опять-таки, столовая. Достаточно просторно. Здесь вешается большой телевизор. Так, а здесь у нас такой небольшой патио. Под экраном. Под экраном. Под москитус. Там хаус, чем хонда, да? Там хаус можно найти с каким-то двориком, где можно маленький сделать. Ну да. Посидеть. Вот, к примеру, этот, видите, у нас здесь сеточка. Да, это хорошо, чуть не упала. Да, сеточка, то есть, можно спокойно, в хорошие, прокладные вечера даже посмотреть, какие двери здесь можно просто вот так нараспашку-то все раскрыть. Да, тут можно поставить мебель. Мебель, да, соседям поставить красивенько. Ну, то есть, здесь можно барбекю делать, да, поставить барбекюшницу, интересно. Честно говоря, вот этого вопроса я не могу точно сказать, но вот мебель устаёт. А вот у соседей видим. Ну да, да, вот, например, у нас, скажу, нельзя, представляешь, даже на улице нельзя. В там хаусе или в кондо? В кондо у нас нельзя. В там хаусах чаще всего можно это кидаться. Смотрите, у соседей есть барбекюка, значит, можно. А раз можно, значит, нужно. Так, сейчас я покажу вот так вот со стороны. Просторный зал. Да. Вот такой просторный зал. Лустро вот такая у нас, я помню, еще в России была. Советский Союз. Ретро. Да. Лустро такая, знала. Так, а мы поднимаемся наверх, правильно? Смотрите, они положили новый ламинат. Я уверена, что здесь был ковер. Ну да. Здесь они разложили витку. Здесь положили витку. Это когда-нибудь за долг, наши ковры, это при сборнике. Да. Так, куда мы идем? Куда мы проходим? Давай, знаешь, начнем с мастер-бедрум. Наш практик. Глаз. Так, мастер-бедрум. Да, ребята, извините, у нас вообще-то пищит. Да, у нас пищит. Аларм. Вот, вот, вот эта штука. Сейчас я вам ее покажу. Позовите, где она. Вот она, вот эта штука. Она пищит. Да-да-да, смок-аларм. Извините, то у нас ветер, то пищалка, да? Не бывает никогда, слава богу. Так, значит, здесь какой вид? Смотрим. Здесь вид вот такой у нас. Что это такое? А, это крыши апатио. Или выезд. Так, тут три окна, то есть светлая комната. Так, давайте я отсюда покажу ее. Большая, ну, относительно некоторых домов. Гардеробная. Гардеробная тоже такая хорошая. Для того, холма. Пик. Так, проходим в ванную. В ванную, потому что она большая, но поместили. Для рак, это, в принципе, такое небольшое помещение. Вот, шторки повесили. Да, здесь ванная. Так, а здесь, давайте-ка покажем. Вот, смотрите, здесь, в общем-то, две раковины уместили. Такая вот красота. Так, хорошо. А, а еще здесь потолки, кстати, под наклоном. Как это называется? Это как-то называется? Не знаю. Луки под наклоном. Ладно. Так их и назовем. Здесь, конечно. Вот ландри. Пожалуйста, рум. Старые, конечно. Да, эти надо менять. Ну, вот ландри рум здесь на втором этаже получается. Комнатка такая. Все, надо 15 штук скидываем, короче. Торгуемся. Детские две, пусть будут. Так, одна. Здесь у нас что? Гардеробная. В принципе, в общем-то, все очень даже стандартно. Кстати, она тоже такая, как будто не квадратная вот эта вот спальня. Она такая интересная какая-то. Если смотреть на пол. Скошенная. Так, ладно. Где вторая? Где вторая? Куда идем? Где вторая? Так, проходит. Не держался. Тоже такая. А нет, это квадратная. Вот, пожалуйста. Кому нравится квадрат? Вот, пожалуйста, по квадрату. Солнечная такая. Большое окно здесь с выходом. С видом во двор. Ой. Вот такой здесь вентилятор красивый. Посмотрите, здесь плафон. Это какие здесь интересные. Так, здесь гардеробная вот так выглядит. С двойной дверкой. Пожалуйста, закрыли. Пока побольше. Так, что у нас здесь? Полочки. Допустим, для белья. Пусть будет. Здесь у нас кондиционер. Кондиционер. Центральное кондиционирование. Здесь фильтр меняется. Так, здесь у нас ванная. Ванную комнату делят две спальни. Правильно? Да. Все, дети делят. В принципе, мы здесь тоже все посмотрели. Здесь пьяным не ходим. Стоит 82 квадрата. Ты-то можно... Это понятно, что мы так быстро смотрели. Но на самом деле расплатим по-нормально, хорошо. Угу. 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 Да, вполне себе нормально. Хотела уточнить еще такой момент. Я посмотрела, что аренда здесь стоит приблизительно 1700. 1700. Угу. Вот. И тоже я рассчитала кредит приблизительно, если 5% down payment сделать, первоначальный взнос, и получил, например, ну, это среднестатистически 2,75%, то это выйдет где-то 900 долларов в месяц кредит. Естественно, не забирать, не забывайте налог, еще ей. И тогда? И страховка. И тогда все равно будет выбираться. Ну, кстати, страховка опять-таки. Смотрите, страховка на тампалуз будет намного дешевле, чем страховка, например, на single house. Ну да. Потому что вы будете страховать только то, что находится внутри дома. Внешние стены, они уже застрахованы, они входят даже во все эти и чули, и так далее. Потому что еще и занимаются покраской, как мы уже объяснили, и покраска. Если крыша там что-то с крыши, здесь, кстати, интересно, хорошая черепичная такая крыша. Если что-то не так, то это обязанности и чули, это все чинить, красить, мыть, и так далее. Дорогие друзья, спасибо, что вы снова сегодня с нами. Смотрите наш видео. И, наверное, будет кто-то ругаться снова. Опять все не так. Будет реально как бы это из невиданного такого, как кто-то там написал, за 3000 долларов можно что-то купить. Это можно только снять. То есть мы вам показываем, в принципе, сколько мы можем вообще хватить на любой бюджет, по любым критериям. То есть задавайте вопросы, мы еще будем искать другие варианты для вас. Будем снимать, заставлять. Так что оставайтесь с нами, посмотрите за нашими новыми публикациями. Счастливо! Пройти мы не можем, извините. Таким вот образом можем показать бассейн. Сейчас там закрыто. И тут же рядышком туалет. Так, а здесь у нас почтовое отделение. Здесь люди проверяют свою почту. Почтовые ящички. Вот так они выглядят. Здесь вы можете отправлять свои письма. Почтальон забирает каждый день, по-моему, кроме субботы-воскресенья. Здесь вы можете выкидывать всякую макулатуру спам, который приходит к вам. Здесь различные объявления. И вот с другой стороны еще покажем вам здесь уже большие ящики, если вам приходят большие посылки. То есть, когда вы открываете, ключик остается здесь, и вы забираете свою посылку. Так все просто работает. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok